Я стихи лучше вам прочитаю, это моя сила. Может, Бродского, может, другого. Алхимик взял в руки книгу, которую принёс кто-то из спутников. Книга была без обложки, но имя автора он нашёл. Оскар Уайлд. И, перелистывая её, наткнулся на историю о нарциссе. Миф о прекрасном юноше, который днями напролёт любовался своим отражением в ручье. Алхимику был неизвестен нарцисс. До того загляделся, что в конце концов упал в воду и утонул. А на берегу вырос цветок, названный в его память. Но Оскар Уайлд рассказывал эту историю по-другому. Когда нарцисс погиб, нимфы леса Дриады заметили, что пресная вода в ручье сделалась от слёз солёной. «О чём ты плачешь?» – спросили Дриады. «Я оплакиваю нарцисса», – отвечал ручей. «Неудивительно», – сказали Дриады. «В конце концов, мы ведь всегда бежали за ним вслед, когда он проходил по лесу, а ты единственный, кто видел его красоту вблизи». «А он был красив?» – спросил тогда ручей. «Да, кто же лучше тебя может судить об этом?» – удивились лесные нимфы. «Не на твоём ли берегу, склонясь над твоими водами, проводил он дни от зари до ночи?» Ручей долго молчал и, наконец, ответил. «Я плачу по нарциссу, хотя никогда не замечал, что он прекрасен. Я плачу потому, что всякий раз, когда он приходил на мой берег и склонялся над моими водами, в глубине его глаз отражалась моя красота». «Какая чудесная история», – подумал алхимик.